добрый день дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале вот начинаю свой влог опять вот с этой красоты молечка моля посмотрите на красота же в лесу я говорю буду снимать до тех пор пока все не растает это так красиво ребята у нас валит снег каждый день сегодня и ночью опять был снег в общем машину чище по несколько раз в день если надо куда-то выезжать ну вот в общем хотела заехать в аптеку сегодня купить тест я заехала когда ехал и я приехала в 8 часов утра аптек из 9 в общем не получилось мне купить тест позвонила мужу сказал если будешь где-то мимо аптеки зайдите купить тест хочу проверить себя короче на это на шарик шипами да вы поняли на что хочу проверить себя хочу знать что у меня ну вот и аптеки как-то поздно начинают работать молечка этом собак много так вот приехала от собака сейчас гуляю вы знаете я выпила тарафлю и после тарафлю мне стало легче вот только один пакетик выпила и мне уже легче он действует 6 часов вот сейчас позавтраку потом выпью еще один пакетик и на ночь еще выпьем тарафлю действительно очень при таких вот респираторных таких вот заболеваниях очень хорошо помогает при простудных заболеваниях да при гриппе вот очень хорошо помогает тарафлю так что позавтракаем попозже опять выпью очень сразу легче то меня на тему как бы в жар бросала так было всем это горячо глазам было горячо выпила тарафлю им тогда так вот стало прохладненько такой такой хороший знаете такой нормальной температуры тела как бы чувствуешься комфортно в общем поэтому тарафлю классно помогает сколько собачек высока собачек ой сколько собачек много моли ну вот еще будет звезда интернета у нас теперь уже много звездочек интернет до много теперь до туда не пойдем там соль насыпали будем здесь гулять мой малечка будем здесь гулять там дворники насыпали соли возле домах возле домов на руках нашу ее чтобы она и на лапки не попал то что нападает соль на лапки она сразу поджимает под себя есть чипит видимо вот поэтому приходится теперь на руках я носит возле домов молечка диста мальчика пошла домой позавтракала сейчас буду опять пить тарафлю потому что ребята реально от него становится легче он действует 6 часов я вчера пила и вот сейчас сегодня тоже сейчас возьму ножницы и сейчас это тоже выпью и на ночь выпьем его может до 4 пакетика в день но я буду так утром и на ночь чтобы ночью хорошо спать но он такой ребята невкусный ой он знаете горький фу я его еле выпиваю и вам добавлять 250 миллилитров воды горячей это очень много вот столько мне выпить это очень тяжело я прям давлюсь когда я пью его и невкусный он если тот шипучка да вот это вот витамин c он вкусненький он такой на тебя апельсиновый да ну вот а этот вообще фу ужасно невкусный очевидно лечиться то надо ребята посмотрите выглянуло солнышко и какая красота на улице как красиво обалдеть просто очень красиво ну сделала я себе свой лечебник компота вы выглядите конечно ребят ужасно но извините болею имею право буду пить вместе с вами лекарства а кстати сейчас он не такой горький а наверно знаете вчера я меньше воды добавила поэтому сильно горчил а это надо 250 миллилитров добавила прямо 250 и тогда не так горчит тогда более так апельсинкой отдает этот трафлю он реально ребята помогает хорошо очень в общем позвонил муж сказал он там ну по работе ездит да там няшка за ригой находится и говорит едет 40 километров в час там будет туман такой что просто будет невозможно игру нас в риге тумана нету на соборе солнышко красиво а там будет такой туман и как едет в одной канаве фура ее занесло в общем перевернуто в канаве дальше проехал другая машина джип по моему или легковушка какая-то тоже в канаве тоже видимо занесло и мужик там с помощью фонарика что-то там достает и дима какие-то свои вещи достает в общем машины улетают ребята только тогда я грунт битя езжай только пожалуйста аккуратненько вот такие так еду будет 40 километров потому что даже даже больше ехать и не могу потому что ничего не видно вообще ничего не представляете ребята какие у нас погодные сейчас условия таких мы погодных условиях ездим ну вот сказала ему чтоб он тест купил бы напомнил еще раз это потому что он не перезванивал жаловался как он как ему тяжело ехать хочу сегодня все таки сделать тест естественно правда ни разу не делала не знаю как они даты кстати мы сейчас комментариях написали что по три раза делали тест и не показывал на четвертый раз показывал ну конечно я по три раза не будут делать покажут с первого раза не покажет как будет в общем но это я не знаю во первых сколько не дожить из теста стоит я ни разу не делала вообще ничего не знаю ну вот но не на есть разные на ради ценники есть разные не надо сколько муж купит когда купит потом тогда вам скажу покажу сделаю и буду тогда уже знать что у меня ну когда вот у меня было когда помните корона только начиналась у меня тогда не было обоняния я не чувствовала запахи сейчас запахи я очень чувствую очень хорошо чувствую поэтому я думаю эти симптомы то похожи или грипп или корона но дело в том что у нас сейчас очень сильная эпидемия гриппа в два раза больше чем обычно бывает в это время очень сильная эпидемия гриппа это раз но во вторых я как бы нигде не ходила по магазинам и не ходила потому что у меня было много у меня сейчас много рабочих смен я или на работе или дома на работе я тоже одна я ни с кем не контактирую но вот мы только там меняемся со смен со сменой меняемся поэтому а как я сейчас вот себя немножко плохо чувствую я свои сменщицы знаете как я делаю я ухожу открывая все окна но вот там все проведется она потом только заходит после меня если там дезинфицирует мало ли что да в общем так мы на расстоянии друг от друга держимся разговариваем тоже на расстоянии потому что чтобы ее как бы не заразить а то знаете заражу ее потом буду чувствовать себя виноватой поэтому я говорю так от меня подальше все подальше всех от себя прогоняю мужа прогоняю на память прогоняю от себя всех прогоняю но что делать ребята вот такое сейчас время сейчас все заболевают ребята вот эта собака про про сильно говорила ну она уже идет не одна она идет с хозяином только один почему-то обычно не вдвоем идут это по-моему она если я не ошибаюсь да и вот она вот с тем от хозяином только второго нету вот но слава богу что ни одна то я очень за нее переживала за эту собаку где она там потеряла все но за русло а ванна ванна то собачка вот с этим вот но их обычно вдвоем два мужика было теперь один и вот собачка это но слава богу нашлась молечка тихо вернее нашлась не она а нашелся хозяин а то была здесь собака своем бродила хозяина не было ну один видим со вторым что случилось может быть заболел или еще что-то море муж приехал собака с ума сходит да папа приехал папа приехал приехал иди встречай приехал папа радуйся вот так и ребята радуются иди встречай папу ну и как вы думаете что я сейчас буду делать буду делать тест на на этот на шарик с шипами в общем может досталось бесплатно да но я не знаю сколько стоит короче мы уже дали бесплатно в общем это иду делать скажу я проще не знаю как надо делать но сейчас буду пытаться сделать его тест на ну самую желаем у меня удачи но вот здесь вот инструкция как надо делать а подожди она неправильно держу в общем сейчас буду пробовать пока ничего не понимаю буду разбираться так ну надо капнуть сейчас четыре капли все сделала то что надо раз два три четыре и ждем десять минут там написано ребята в общем я не могу понять если c это значит негативный тест то есть да если c т позитивный если просто т то тогда недействительным неправильно что-то сделала но то смотрите т и c еле-еле я не пойму у меня позитивный или не позитивный что позитивный должно быть две красные полоски и c и т должно быть красной но у меня c еле-еле посмотрите видите вот она еле-еле или у меня недействительный тест что-то не так сделала может быть да потому что если только т красная значит негативно недействительным что-то не поняла есть у меня корона или нет у меня короны ну как то вот так вот но такой смотрю ну наверное все таки наверное да ребята есть это учитывая что я уже болею не первый день получается то четвертый день я болею да возможно вот c не такая яркая у меня наверно все таки есть все таки я думаю что все таки есть корона. Да, это, наверное, корона у меня. Видите? Всё-таки она не такая сильная, вторая полоска С, но всё-таки она проявляется. Ой, ребята, вы извините, что я всё в таком виде, но пока болею, буду в таком виде. Просто сейчас спала буквально, да, и звонит телефон, и вот звонит мне брат, я сейчас в просоне, но сразу беру телефон и начинаю снимать, потому что попросили о помощи меня. Я уже выпустила шорт вчера на эту тему, ну и сегодня в своём влоге тоже об этом хочу сказать. Особенно это касается тех, кто живёт в Риге, кто живёт в Кенгараксе, возможно, даже плявники. В общем, у моего брата украли очень хорошую собаку, дорогую собаку. Он пошёл в максимум магазин и буквально, он привязал возле магазина буквально на 5 минут. Он что-то по-быстренькому хотел купить, но так как в магазин не пускают собаку, он её привязал. И буквально за это время у него украли собаку. Я вставлю фотографию, всё вставлю, всё покажу вам. В общем, украл мужчина лет 30-35 в чёрной дутой куртке. Это район Кенгаракс, недалеко от РД Электроникс. Он отвязал её, пошёл в сторону РД Электроникс, а потом в сторону Акрополя. Как-то так вот пошёл. Приехала полиция, вызвали, да, они по камерам всё посмотрели. Это завели уголовное, по-моему, дело, потому что собака там больше полторы тысячи стоит, по-моему, как мне сказали, да. Ну вот, и в общем, просят о помощи все, кто что-то может, кто-то что-то видел. Пожалуйста, пишите под этим видео, да, мы, если что, будем сообщать в полицию. Хорошо, собака чипирная, всё как положено, ну, вы сами понимаете, да. Тот, кто украл, видимо, разбирается в собаках, потому что видишь, что собака дорогая. Конечно, сейчас многие из вас напишут, как можно было такую дорогую собаку оставить возле магазина, я не знаю, ребята. Я бы тоже не оставила такую дорогую собаку возле магазина на привязи. Не давайте, мы не будем об этом говорить, не будем человека осуждать, у него и так стресс, а наоборот, чем сможем, лучше поможем, потому что и у него стресс, и наверняка у собаки стресс, собаке полгода. Порода, если я правильно сейчас назову акитаину, по-моему, так правильно порода называется, да, ну вот, я понимаю, что у них сейчас обоих стресс, поэтому даже не спрашивайте меня, как он мог такую дорогую собаку оставить возле магазина, не надо меня об этом спрашивать, да, и даже вот дорогая, недорогая собака, это просто животное, любое животное, какая разница, даже сколько стоит, да, с любым животным прощаться тяжело, вот так вот, какие-то ситуации такие, когда происходят, ну вот, и стрессует и хозяин, стрессует и собака, это, конечно же, будет ему урок, но я не хочу осуждать, потому что, ну, у человека стресс, ребята, и, пожалуйста, не надо мне комментарий тоже тогда писать, как он мог такую дорогую собаку там оставить возле магазина, но, видимо, я просто думал, что быстренько забежит в магазин, и что за эти там пару минут ничего не случится, видите, ребята, случилось, и даже когда, я помню, со своей собакой тоже как-то захотела в какой-то магазин зайти, а меня не пустили, говорит, перевяжите её там возле магазина ставьте, я говорю, да, сейчас, говорю, у меня её украдут, вы будете, говорю, потом мне её искать, эту собаку, я просто развернулась и не пошла в этот магазин, ну, видимо, наверное, ну, убрать это первое животное, да, он, наверное, не думал, что могут украсть, да, просто, ну, вот так вот получилось, поэтому, друзья, если кто-то что-то может, пожалуйста, да, кто-то что-то, может быть, видел, ну, конечно, но это какая-то доля маленького процента, но иногда бывает, дело случая, и иногда Боженька помогает, да, кто-то что-то видел, иногда может, могут найти, может быть, получится всё-таки найти собаку, конечно, надежды мало на это, ну, а вдруг, а вдруг какой-то там пенчушкой схватил и пошёл, знаете, не соображает, что делает, ну, мало ли что, да, ну, вдруг, вдруг всё-таки все вместе мы сможем эту собаку найти, если можно, там, распространите это видео, поделитесь им, ну, вот, главное, я забыла, когда шорты публиковала, тоже забыла сказать, что это поделились бы этим видео, ну, надеюсь, что с Божьей помощью мы эту собаку найдём, я очень на это надеюсь, очень хочется найти собака такая хорошая, ребята, давайте все вместе мы её поищем, да, и этот влог я хотела опубликовать, ну, когда воскресенье, но из-за этой новости опубликую его раньше. Хорошо, что камеры видеонаблюдения зафиксировали этого мужчину, даже видно лицо этого мужчины, видно, в какую сторону он повёл собаку, всё видно, и я очень надеюсь, что полиция быстро найдёт, потому что он вообще всё видно, и маршрут виден, абсолютно всё, я не знаю, что было на уме у этого человека, когда он воровал, потому что камеры везде, очень будем надеяться, что собака быстро найдётся, но, к сожалению, полиция не дала портрет этого мужчину, я бы ещё поставила бы и портрет этого мужчины, но почему-то эта полиция решила действовать сама. Также я опубликовала посты в трёх группах, надеясь, что всё-таки с Божьей помощью мы её найдём. Я буду очень рада, если смогу помочь ему найти эту собаку, хоть как-то, хоть чем-то, да, я представляю, какой у него сейчас стресс. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этом буду заканчивать. Вот говорила, да, что буду, возьму на Ютубе больничный, буду лечиться, буду спать, буду отдыхать. Ну вот, видите, собрала спать, поспала, спала, звонит брат, слышит телефон, звонит, снимаю трубку, ну что, приходится брать телефон, приходится снимать, в общем, некогда мне болеть, ребята, некогда мне уходить на больничный, и, видите, телефон, так вот, руки так и тянутся к телефону, чтобы снимать. В общем, не хочется отдыхать, не хочется сильно расслабляться. Ладно, давайте на этом, наверное, закончу. Сегодня надо было готовить мне, нет сил готовить, нет сил ничего, ребята, делать. Вот просто как-то, муж говорит, успокойся, есть что кушать, завтра выспишься, завтра всё, говорит, приготовим, всё будет нормально. Говорит, короче, решили, что сегодня ничего готовить не будем, а мне надо и собаки готовить, и нам надо готовить тоже обед. Но решили отложить всё это на завтра. Так что завтра тоже буду, наверное, что-то снимать, я так думаю. А что я буду готовить? А что я буду готовить, тоже расскажу вам завтра, не буду сегодня об этом вам говорить. Ладно, друзья, и давайте, как всегда, по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь, и увидимся с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok